English, motherfucker! Do you speak it? 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 Do you? Do you speak it? 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 Do you have a single free application? Do you speak it? Do you speak it? Do you speak it? тариф ультра с доступом навсегда и плюс еще восемь уроков с преподавателем это отличное занятие для самостоятельной работы в самом начале потому что уроки проходят по клип classroom то есть вы изначально занимаетесь подготавливаетесь дома а потом с преподавателем уже практикуете все в говорении то есть отличный способ прокачать ваше говорение в принципе отличный способ чтобы сэкономить время и день ну и конечно же я не могу оставить своих любимых подписчиков без промокода по вот этому вот моему промокодику вы можете получить скидку и получается что тариф премиум у вас будет стоить 4 990 рублей тут который на пять лет и тариф ультра будет стоить 11 990 рублей но напоминаю что этот тариф у вас навсегда если очень хочется купить но нет финансовой возможности также можно оформить рассрочку на эти замечательные тарифы так что зайдите посмотрите попробуйте если вам понравится то обязательно приобретайте какие-нибудь уже более серьезные тарифы и прокачивать английский самостоятельно вместе с пазл инглиш еще раз спасибо сервису пазл инглиш за спонсорство этого ролика но мы переходим дальше к обзору я предлагаю вначале посмотреть рекламу анастасии и узнать что же она предлагает эти три главные ошибки учить отдельные слова зубрить правила и грамматику переводить с английского на русский все это действие которые даже за 10 лет не приведут вас к результату почти все мы учили английский в школе можем читать немного писать и даже иногда понимаем речь иностранцев но впадаем в ступор когда нужно что-то сказать в реальной жизни но чтобы именно заговорить по-английски нужно как минимум погружать себя в языковую среду так учит английский весь современный мир я анастасия рычагова эксперт в изучении английского языка и по моей методике обучилась уже более 2000 человек по всему миру если вы чувствуете что стоите на месте если хотите профессионально развиваться и уже давно мечтаете заговорить на английском свободно и путешествовать общаясь за границей без барьера и не краснея приглашаю вас на наш открытый онлайн урок где вы познакомитесь с методикой благодаря которой мои ученики начинают говорить свободно уже за два месяца а значит сможете и вот здесь есть конечно стандартные фишечки со своей методикой если поискать информацию в интернете то так называем методика анастасии это тв и то есть тип восприятия информации хотя по сути дела это вроде как не методика вовсе ну типа это имеется ввиду какой у тебя тип восприятия информации аудиал визуал киноэстетик и так далее но это даже методикой сложно назвать хотя потом если мы заглянем на сайт анастасии то там уже написано все более грамотно там говорится что она использует современные методики ну как бы в этом плане норм так что вот такой вот злой маркетинг который на мой взгляд играет совсем не на конечно же здесь никакой своей методики речь быть не может может 10 совмещения методов которые уже были поэтому да такой вот маркетинг мне изначально не очень понравился я был достаточно скептичен и хотел было уже прям ругаться изо всех сил потому что я думал что будет опять все как всегда но самом деле нет уж получился достаточно противоречивым потому что у него есть много положительных моментов и я также много отрицать мне понравился первый тест на определение типа личность на самом деле насколько опять же я знаю это все неправда были уже моменты этого развенчивания мол что не существует людей аудиалов киноэстетиков визуалов и так далее у нас плюс-минус у всех все развито одинаково но некоторые какие-то вещи да мы на них обращаем больше внимания но типа и исходя из этого строить какое-то обучение я не вижу смысла но но тем не менее это очень приятно потому что здесь идет что-то похожее на индивидуальный подход то есть каждому ученику они рассматривают по-разному то есть не греют вот эти здания для тебя будут лучше всего вот эти вот тоже лучше всего для тебя когда мы будем все отрабатывать тоже происходит получается когда мы проходим все эти задания на тесте после этого мы можем преимущественно делать то что подходит под наш тип личности то есть визуалы будут больше смотреть киноэстетики там будут большие тесты решать аудиалы будут больше слушать и причем при всем при этом что вы можете в любом случае делать все эти упражнения, что на самом деле очень хорошо, потому что упражнений много, упражнения есть, и упражнения неплохие. Вот, например, для удеалов нужно заполнить пропуски, для визуалов нужно соединить картинки и предложения, для digital, чтобы это не значило, нужно найти ошибки, то есть разобраться, в чем проблема, и собственно говоря, для киноэстетиков там нужно выписать все формы present sim. Еще мне очень понравился speaking practice, и о том, что говорит Анастасия, что у них есть действительно упор на speaking, я с этим все-таки, наверное, соглашусь, потому что здесь есть несколько форм speaking. Самая первая форма speaking, это когда вы просто используете аудиолингвальный slash direct метод, вам получается задают вопросы, вы на них отвечаете, вы как бы разговариваете сами с собой. Таким образом прорабатывается самостоятельная диалогическая речь, ну плюс-минус, да, и я уже говорил, что это отличный способ замены работы с преподавателем, то есть если у вас курс не рассчитан на работу с преподавателем, то это в принципе неплохо, потому что помогает решить некоторые нужды, и вы не просто там скобочки, да, раскрываете, а вы именно говорите. Part 1. At this part of the speaking practice, you need to listen to questions and answer them positively. After some time, you will hear the correct answer. For example, I ask, are you hungry? You answer, yes, I'm hungry. Or, I ask, does she like cooking? You answer, yes, she likes cooking. Let's start, one, are you an early bird? Yes, I'm an early bird. Плюс, помимо всего этого, есть, конечно, и разговорные уроки тоже. То есть, есть сначала просто, когда вы созваниваетесь с преподавателем по WhatsApp и с ним общаетесь на темы, которые вы проходили. Просто обычное общение, как, типа, было в English-точке. То есть, какие-то вопросы наводящие заводятся, вы их отвечаете. В целом, норм. Okay, and tell me, please, what do you think about rude people? What do you feel when you meet rude people? Rude people? Ah, when, when, I don't like rude people, especially when they work and they're rude. You know, when you go to the shop, you know, when you go to the shop and these people try to, they say bad things to you. They, 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 they are not polite and they don't, yes, they're not polite and they, how to say, they not smile. They say rude things and you want to, to kill them because you, you can't, you, you come for the service and you don't have a service and this is not good. Yeah, proper service. But in general, you know, actually Russian people, they, they don't really, really, you know, like to smile a lot. Don't you think so? Yes, 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 but it, it depends on service, I guess, because in some, in some cafes or shops, people always smile and they have service. И плюс ко всему, есть еще и speaking club, по-моему, каждую неделю он проходит, если не ошибся. Вот этот speaking club мне понравился очень сильно, потому что это полноценный, простроенный урок. То есть, начинается от самого начала с разминки, вводятся какие-то слова, какая-то грамматика, потом это все отрабатывается. То есть, я могу сказать, что здесь, в принципе, разговорная практика есть, ее достаточно и это неплохо. Это действительно неплохо, потому что, чем еще английский, если не разговаривать? Does anybody else want to add anything? For example, how do you understand this word? Как вы понимаете данное слово? Mystery. Yes. Yes. It's different. It's secret. It's a secret. Yes, you're right. Yes. It's hidden information, something unsolved and not known. Yes. 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 You're right. Okay. Kamal, how do you understand it? Okay. So, let's start with the first one. The word, I believe. I believe. Я его перетащу. I will put it here. Now, please, find the definition of this word. Найдите, пожалуйста, вот здесь, в этом списке, определение данного слова. Я его вот так передвину, чтобы было все видно. The feeling of the being certain that something exists or is true. Yeah. The feeling of being certain that something exists. Right? Yeah. Yeah, yeah. Cool. Cool. Okay. Next one. Next one. Ghost. Let's... One. 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 I don't believe in Yeti, too. Okay. Inesta? I don't want belief in Yeti. I don't want. Uh-huh. What? What? All right. Okay, Сергей, are you here? Okay. Inda, do you believe that some people have supernatural power? I don't believe that some people have supernatural powers? I think it's fairy tales. Uh-huh. Okay. Okay. Good. 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 Uh-huh. Let's move on. Let's go to the next question. Что касается самих роликов, тут тоже, конечно, у меня есть некоторые вопросы, но опять же начинаем с плюсов. Во-первых, сразу нужно поблагодарить за хорошее качество ролика, за хороший звук. Спасибо, 1080p. Это прям... Респект. Full HD. Спасибо, 2021-2022 год. Умеем. Классно. Не, реально, это прям респект, потому что, ну, типа, я уже говорил, многие этого не делают, поэтому за это я буду хвалить всегда. Спасибо большое за хорошее качество видео. Плюс мне понравилась также структура урока, то есть идет все постепенно, равномерно, и самое главное, что у студента пытаются вывести самостоятельно на правильный ответ. Ему дают возможность подумать, ему возможность дают немножечко поработать во время самого урока. То есть он все-таки что-то проговаривает, догадывается. Разогрева. Let's play a little game, shall we? Давайте сыграем в небольшую игру. Я расскажу маленькую историю о себе на английском. Она будет достаточно простая, поэтому думаю, что вы ее легко поймете, но на экране на всякий случай будет перевод. Но, внимание, один факт в этой истории будет ложный, и вам нужно будет угадать, что же это за факт. All right, get ready. I am Anne. I am an English teacher. I am very optimistic and friendly. I have many students. They are smart. It is a pleasure to teach them. I have a brother. He is a drummer. He is calm and serious. I have a best friend, Anna. She is a visa agent. She is really kind and cheerful. She has three cats. Вот такая небольшая история. Как думаете? Which fact is a lie? Что же из этого ложь? Five, four, three, two, one. She has three cats. Получилось угадать? Actually, she has five cats. На самом деле у нее пять кошек. Вот так вот. Причем она не специально их заводит, они просто каким-то случайным образом у нее появляются. Но это я все к чему. Вот перед вами текст обо мне. И в нем есть одна особенность. А заключается она в том, что в нем всего два глагола. Уверена, что если это не первый ваш курс по английскому, то вы уже наверняка заметили, что это за глаголы. А если нет, take your time, не торопитесь, остановите видео и подумайте, какие же два глагола есть в этом тексте. Итак, вот они перед вами. To be – быть. И to have – иметь. В тексте о себе я упомянула следующие фразы. Знакомы ли вам какие-либо из этих слов? Как вы могли догадаться, имеем дело мы здесь с прилагательными, которые описывают личность. Мой топ таких прилагательных и антонимов к ним – следующий. Берем I am, сливаем его в краткую форму I am и добавляем прилагательное. Например, I am easygoing. Я – легкая на подъем. Давайте сделаем по три предложения для небольшой тренировки. Я скажу три предложения о себе, а вы – о себе. А теперь я буду задавать вам вопросы, и вы должны отвечать полными ответами. Например, Are you easygoing? Yes, I am easygoing. Понятно? Let's start. Давайте начнем. Are you smart. Are you polite? Yes, I am polite. Yes, I am hardworking. Ну что, я надеюсь, что на все вопросы вы ответили yes. А теперь посмотрите на конструкцию и подумайте, что же изменилось. Верно. У нас глагол to be в своей форме are встал на первое место. Это делается для того, чтобы мы задали вопрос в правильной форме. Помните, как это работает? Отлично. Теперь я задам вопрос о вашем лучшем друге. Вам нужно отвечать также полными предложениями. Например, Is your friend grumpy? No, he isn't grumpy. Okay, let's try. Is your friend rude? No, he isn't rude. В этом плане, на мой взгляд, действительно очень хорошо. Здесь, опять же, респект. Также мне еще очень понравилось, что здесь, помимо грамматики, идет лексика. То есть здесь вам даются не только грамматические темы, но также даются и лексические темы, которые также сделаны в чанке в какие-то. То есть есть полезные фразы, и это все практикуется вместе с грамматикой. В этом плане, мне кажется, тоже довольно неплохо. Плюс, когда идет лекторный формат видео, там все равно есть возможность что-то сказать и как-то проработать. Теперь мы с вами будем говорить о вашей рутине и о том, как же она изменилась. Теперь ведь у вас почти каждый день есть такой пункт, как learn English. Учу английский, верно? Помимо этого, полезными для вас будут следующие фразы. Сейчас мы на них посмотрим, и я попрошу вас не лениться и повторять их за мной. Okay? Ready, steady, go. I make tea, я завариваю кофе, завариваю чай. I make breakfast, lunch or dinner. I make breakfast. I make lunch. I make dinner. Я готовлю завтрак, обед и ужин. Мы все это приготовили, а теперь давайте все это съедим. И для этого мы используем гуглами make a half. I have coffee. Я пью кофе. I have some tea. Я пью чайок. I have breakfast. Ну что, попрактикуемся, используя эти выражения? Расскажите мне о вашем дне. Остановите видео. Вы можете опираться на мой пример. I usually wake up early and drink a cup of coffee. I really like coffee, but I don't like orange juice. My boyfriend sometimes makes breakfast for me. He likes cooking, but he doesn't like washing dishes. Отлично. Это что касается плюсов. Давай теперь, наверное, также в обратном порядке пойдем и поговорим о минусах, которые есть в этом курсе. Самый главный минус, который меня очень сильно разочаровал и почему я считаю, что этот курс, он достаточно противоречивый, несмотря на все преимущества перед конкурентами, здесь та же самая беда, что и у остальных конкурентов. По сути дела, мы просто рассказываем грамматические темы. Во-первых, потому что здесь очень много грамматики и все мы строим именно на грамматике, хотя если мы глянем, допустим, в другие издания какие-то, да, учебные, то не все строится конкретно на грамматике. Есть грамматическая тема, но в основном именно все строится как на лексике, так и на грамматике. Да, уже из этого исходя даются какие-то материалы. Из-за такого большого объема грамматики очень сложно подловить конкретный уровень студентов и сделать его более специализированным для конкретного уровня. То есть, если это новичок, то ему, может, и не нужен past continuous, ему не нужны условные предложения, ему достаточно трех времен и плюс каких-то дополнительных грамматических тем. Этого достаточно. А здесь эти темы идут и на них тратится очень много времени. Хотя мы все это время могли потратить на то, чтобы закрепить у него просто 3-4 временные формы и все. Но если мы говорим об учениках среднего уровня, то им на самом деле уже и не нужны все эти времена группы simple и такое большое время на них. То есть, там по одному уроку было бы вполне достаточно. Хотя вы в целом можете сказать, ну там вот как раз по одному уроку сначала идет present simple, потом present continuous, потом future, и вот по одному уроку. Да, но только потом мы сразу же начинаем наслаивать present perfect, passive voice, и это все друг на друга наслаивается и не получается должной отработки, на мой взгляд. Ну и еще один минус, который, на мой взгляд, довольно сильно влияет на качество этих роликов. Тем не менее, я в целом могу его здесь оправдывать. А именно я говорю о том же, что я ругаю все остальное. Это просто рассказы грамматики, лексики на русском языке. Но, опять же, в качестве оправдания стоит сказать, что здесь это выполнено немножко по-другому, потому что здесь дается возможность самостоятельно подумать, поработать, как-то помыслить. Да, и ролики делаются, ну стараются делать, по крайней мере, там минут 10. Что в целом, я считаю, не так уж плохо. Если вы рассказываете на русском там 10 минут, а потом все остальное время вы тратите на отработку, и вся отработка проходит преимущественно на английском языке и связана с английским языком, в целом это неплохо. Но да, стоит отметить, что перевода здесь очень много. То есть перевода от преподавателя. И даже если мы сейчас забежим немножко дальше и поговорим о разговорном клубе, который мне понравился, там тоже постоянно переводится каждое слово. Но там это делается, потому что огромное количество людей, и поэтому нужно, чтобы все все как бы поняли. То есть там вопрос скорее организации, как мне кажется. Но все равно, тем не менее, не стоит отменить, что это минус. Было бы, конечно, получше, если бы было как можно больше английского языка и как можно меньше. Здесь же некоторые ролики идут по 25 минут, да, как я сказал, по 20 минут, по-моему, да. И за 20 минут русского слишком много, и получается как бы это не сильно отличает его от конкурентов, которые есть на рынке. Но, тем не менее, все-таки это лучше. Как минимум потому, что ученик вовлечен, а не просто слушает. Он вовлечен, он что-то думает, у него развиваются какие-то процессы. Он сразу же, ну так, немножечко практикуется во время просмотра видео, а потом уже идет нормальная проработка, где он отрабатывает в говорении, где он отрабатывает в письме и так далее и тому подобное. И в аудировании, конечно же. Плюс-минус, который я заметил, это отсутствие рециркуляции лексики. То есть лексика, которая дается в начале, я ее не видел в конце. Хотя, несмотря на то, что это не марафон, это именно курс, то есть он идет, по-моему, два месяца. И это можно было сделать, как это, в принципе, делается во многих учебниках. Но они делаются единственное по юнитам. То есть дается юнит, и там на протяжении всего этого юнита лексика отрабатывается. Да, она там где-то как-то что-то совмещается. Здесь же не совсем так. Здесь она все-таки вырвана немного, как мне кажется. И в этом тоже небольшая проблема. Также я не понял, почему задания с текстом, работы с текстом находятся в конце. Этого мне тоже немножко непонятно, потому что было бы одному рот неплохо, если бы мы их запихнули посередине и разбавили бы им имя уроки грамматики. То есть как раз у нас есть грамматика, там, present simple условный, да. После этого идут там еще какие-то, да, задания. А потом идут задания с текстом, задания с аудированием, грубо говоря. Мы даем ученикам возможность, чтобы у них все устояло в голове с этой грамматикой, да, и они уже использовали ее нормально. А потом уже пошла новая грамматическая тема. Опять же, как это делается в учебниках? Если мы говорим о начальном уровне, то, в принципе, там не так много грамматики дается. Она очень часто такая, достаточно дополнительная, скажем так. Она не такая, не градообразующая, так скажем. Плюс, если бы эти задания стояли там, где я сказал, то проблема с циркуляцией лексики также бы пропала. Что касается самих роликов, также, наверное, стоит отметить длину. Я понимаю, что местами не хотелось удлинять ролик, но мы видим огромное количество видео, которые там прям, ну, длинные, там, по 20 минут. И из-за того, что это лекторный формат, хоть несмотря на то, что школа пытается все-таки как-то вовлечь студента, чтобы он не уставал, да, чтобы он все-таки был сосредоточен, все-таки это лекторный формат, он иногда заставляет тебя заскучать. Это также проблема. Поэтому, наверное, местами можно было эти как-то ролики немножко сократить, потому что где-то видно прям хорошо, то есть даже некоторые разделили на несколько частей, чтобы не сильно уставать, но тем не менее все равно ролики достаточно длинные. Дальше по минусам. Что касается вот этих уроков по WhatsApp, о которых я сказал, которые похожи на Englishточку, здесь опять же тот же самый минус, что и у Englishточки. Мне кажется, здесь нужен все-таки какой-то небольшой скрипт, на мой взгляд, потому что было бы все-таки прикольно, если бы ученик шел преподавателем по какому-то скрипту, были бы какие-то игры, возможно, на развитие говорения, да, то есть что-нибудь такое простенькое, не только просто рандомные вопросы по пройденной теме. Ну, как бы, на мой взгляд, немножко скучновато. Хотя, возможно, в этом и был прикол, потому что такого плана скрипт, он идет в разговорном клубе. Но, опять же, в разговорном клубе есть один минус, с которым, как мне сказали, когда я им написал, они сказали, что они это уже исправили. Были очень большие классы, из-за этого не всех получалось высказаться, да, то есть на каждого человека было очень мало времени. Но, опять же, как мне сказали, они это исправили, сделали несколько групп, и сейчас там уже не больше пяти человек в разговорном клубе. Плюс ко всему, я бы, наверное, просто в эти разговорные клубы добавил бы побольше парной работы, то есть раскидывать учеников в брейк-румы в зуме, и они бы там сами что-то обсуждали, сами разговаривали. То есть было бы, на мой взгляд, неплохо. Но сами вот эти рельсы разговорного клуба, на мой взгляд, очень даже неплохо. Если подвести небольшой итог, то курс еще требует доработки, но он, скажем так, на правильном пути. И, собственно говоря, его нужно немножечко подтолкнуть и дать пару советов, которые я, наверное, сейчас и сделаю. Я бы все-таки определил конкретный уровень студента, или, возможно, сделал бы два курса для разных уровней. То есть для курса, допустим, Intermediate, там, Elementary, Intermediate, я бы оставил все вот эти сложные темы, да, которые, вот мы, которых я говорил, там, два вида Conditionals плюс Past Continuous и вот эта всякая движуха, да, я бы все-таки туда больше выделил, дал бы им побольше лексики, и они бы все отрабатывали. А если мы говорим о начинающих, типа там, False, Beginner и Elementary, да, оставить самые простые грамматические темы, побольше добавить заданий на чтение, на разговор, да, то есть на практику говорения через чтение, ну или там, я не знаю, или добавить больше аудирования или письмо, потому что это тоже навыки, которые нужно развивать. Естественно, используя лексику из прошлых уроков, чтобы было больше рециркуляции. И да, я понимаю, что у вас достаточно много аудирования, но в целом чисто урок, построенный на аудировании, тоже не такая плохая идея. Почему нет? Вместо письма записать какое-то аудирование. У вас же есть какие-то прикольные записи носителей или записи преподавателей русскоязычных? Не важно. В принципе, это все можно сделать в отдельный урок, и тогда у нас на грамматику будет чуть меньше времени, у нас будет, грубо говоря, одна грамматическая тема в неделю или там в полторы недели, ну такая основная, да, мы не говорим о самых простых темах, да. А все остальное, это именно будет отработка навыков, говорения, аудирования письма. И тогда курс действительно уже засияет, и можно сказать, что это отличный курс для прокачки грамматики, говорения, аудирования и так далее. Что касается сейчас, его покупать или не покупать, вы, наверное, решаете сами. Мне кажется, они оставят какой-нибудь полноценный комментарий, с чем они согласны, с чем не согласны, что поправилось, что не поправилось, я его обязательно закреплю. Ну, исходя из этого, я думаю, вы уже можете решать о том, хотите ли вы этот курс покупать или нет. На мой взгляд, пока что рановато. Пока не будет решена проблема с уровнями, если она уже еще не решена, потому что писал, потому что я делал обзор месяц, пару месяцев назад. Если это до сих пор не исправлено, то тогда пока что рановато. Если это уже исправили, то я считаю, что можно уже брать. Но в целом, как я уже сказал, эмоции положительные. То есть, меня очень радует, что вроде как из таких стандартных курсов, где мы просто рассказываем про все времена и даем Голицынского, выросло что-то вот такое прикольное, где у нас есть и говорение, и аудирование, и чтение. И все это более-менее прорабатывается. Я рад, что курсы двигаются именно в этом направлении. Так что спасибо за предоставленный доступ к курсу. Я посмотрел, высказал свое мнение. Спасибо огромное вам за просмотр. Как видите, не проплаченный видос, потому что если бы был проплаченный, мне бы такого не разрешили, наверное, сказать все-таки вот эти минусы. И конечный вывод. Так что да, здесь решайте сами. Обзор еще один готовится в ближайшее время. Обязательно напишите в комментариях, на кого вы хотите посмотреть обзор. Это очень важно, потому что пока что у меня что-то идей нет. Также все мои остальные планы вы можете увидеть в телеге. Я, в принципе, об этом рассказываю. В телеге периодически всем делюсь. Чтобы не потеряться, подписывайтесь туда. Ну, а на сегодня у нас все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. Ни в коем случае не забывайте, что английский. Это слишком easy. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok